Особое мнение на 101FM Депутаты, так скажем, отказали Дмитрию Осипову Не утвердили его на должности главы городадминистрации Но несмотря на то, что это событие такое из ряда вон Казалось бы, еще месяц назад Вы уже говорили практически с уверенностью о том, что это произойдет И не впервые уже говорила вам о том Что не впервые у нас в студии вы вангуете Предсказываете какие-то вещи Владимира Быкова вы называли главой ОПГ В то время, как он был главой ОЗС У меня, Денис, только один к вам вопрос Почему вы не предсказали коронавирус? Если серьезно, видимо, вы знаете о чем-то, о чем не знаем мы Можете ли рассказать, почему вы уже тогда, месяц назад Знали о том, что Осипова могут не согласовать Почему его сейчас депутаты не согласовали? Давайте скажем о том, что я, наверное, не мог знать Я мог предполагать, как и каждый человек Имеет право на какое-то предположение Почему? Да, почему не согласовали Но почему его должны были согласовать? То есть вот вся эта процедура избрания Когда из двух кандидатов Комиссии из десяти человек Пять из них депутаты городской думы Которых хотя бы выбирали жители города А пять члены администрации Которые дозначены губернатором Которых вообще никто не выбирал Поэтому и вот эта комиссия Выносит на Думу Не кандидатов, как должно быть По уставу И на Думе была бы некая выборность То есть там голосование какое-то То есть, допустим, закрытое голосование Какие-то бюллетени и так далее А просто выносит одного кандидата И почему-то у всех такая Всегда уверенность Что того или иного кандидата Обязательно должны утвердить и поддержать То есть я был в конкурсной комиссии Я могу сказать, что выбирая из двух Осипова и Симакова Ну, честно говоря, вот я с уверенностью это говорил И говорю, что, ну, я считаю, что Ти тот, ни другой Ти способен руководить 500-тысячным городом Таким запущенным за последние десятилетия С таким количеством проблем С таким количеством в том числе и финансовых проблем Это имеется в виду дефицит в бюджете Который сейчас имеется Я думаю, что они просто не готовы Может, они сгодятся на какой-то другой работе Но я считаю, точно не глава администрации Ну, то есть я здесь услышала сейчас два направления мысли Первое, что депутаты недовольны тем Что не дается никакого права выбора То есть здесь речь все-таки о том Что депутаты, вы хотите сказать, что отстаивали свои права Отстаивали права кировчан Которые тоже должны иметь право выбора Однозначно, конечно То есть я считаю, что главу такого большого города У нас не какое-то сельское поселение Где может там какая-нибудь сельская дума Избрать там главу, например А у нас все-таки 500-тысячный город Достаточно сложный город И я думаю, что в любом случае Надо возвращаться к прямым выборам главы администрации Как это было до 2007 года Чтобы все жители участвовали В выборе там мэра, главы администрации Как угодно его можно там назвать Ну, чтобы этот процесс был открытый, прозрачный Тогда и больше будет кандидатов Ну, а если на прямых выборах Они выберут Симакова или Осипова Ну, это будет, как говорится Ну, там, не знаю, их ответственность частично Да, но, по крайней мере Каждый будет винить себя в чем-то Если там, допустим, тот или иной Те оправдают их надежды То есть, ну, либо, например Кто-то не придет на выборы, да То есть будет говорить, что в следующий раз Обязательно пойду, потому что Дедоволен жизнью в городе А сейчас этот процесс Ну, он такой, настолько управляемый Что, ну, честно говоря, вообще Я участвовал и в конкурсной комиссии И в первой, когда сама она была сорвана И во второй, когда уже избирали Ну, честно говоря, процедура, знаете, такая Очень для меня даже и то И совсем прозрачная Ну, и вторая мысль, да Казалось бы, что Ну, со стороны кажется, что Осипов Просто вот оказался в такой ситуации Когда он оказался заложником, что ли, да Вот этой вещи, когда депутаты хотят там Добиться выборов прямых И его кандидатура вроде бы Ну, не имеет никакой роли Но вот сейчас я слышу от вас, что Вполне возможно, что и Косипову конкретно есть тоже вопросы Ну, знаете, вопросов всегда как бы долго И до любого нового главу администрации Я уже говорил, что у нас в Кире В последнее время нам как-то Постоянно не везет с главами администрации После Киселева мы, наверное, никого сильно-то и не помним Поэтому Вы знаете, на каждого главу администрации Что на Илью Вячеславовича Мы смотрели с какой-то надеждой Но после вот Правления Пыковской банды вот этой, да Которая сейчас вся находится в суде Я считаю, что вот На любого главу администрации Спотрят, знаете, с каким-то таким С надеждой, что вот Ну, что может вот-вот что-то изменится, да Ну, у меня какое-то ощущение, что вот в данном случае Даже с надеждой никто новости бы не смотрит Каким этот человек должен быть, чтобы на него с надеждой смотрели? В данном случае надежда тает, я считаю, у многих почти каждый день И опросы показывают о том Что больше 50% горожан недовольны жизнью в городе Многие хотят отсюда переехать Но это самое, что ни на есть показатель Саботы городских властей Поэтому Я считаю, что Даже если на сегодняшний день есть такая процедура То Не надо затачивать под одного конкретного кандидата А просто сделать ее прозрачной Чтобы, во-первых Больше было желающих участвовать Ну и чтобы была какая-то Действительно выборность Ну, это вот мое мнение Ну вот есть еще один аспект, да Которым говорят Тоже хочу, чтобы вы его прокомментировали Понятно, что там депутаты отстаивают мнение горожан Депутаты сами хотят что-то поменять наконец-то И добиться прямых выборов Но вот, например, Алексей Кузьмин говорит еще такую вещь Я процитирую Любое резкое, несогласованное и нахрапистое решение Всегда будет встречать жесткое партизанское сопротивление местных политических и экономических элит То есть Кузьмин говорит, что, в общем-то, Осипов в данной ситуации оказался заложником еще некой политической борьбы в регионе Вот это вы можете пояснить как-то? Вы знаете, я считаю, глава администрации это в первую очередь такая хозяйственная должность И городская вся дума это, в принципе, там меньше всего должны быть политики, да, о которых постоянно пытаются говорить То есть вы считаете, что в данной ситуации нет этого? Нет, я считаю, что в данной ситуации Учитывая, что все мы знаем, кто Осипов и чей он ставленник Нет, мы все это, понятно, знаем, чей он ставленник Но я считаю, что в первую очередь оценивается качество человека И даже если он будет ставленник хоть кого, да, хоть там одного, хоть другого, хоть третьего, пятого, десятого Но если это будет действительно профессионал и действительно человек, который переживает и знает, как решить те или иные проблемы Ну, я считаю, безусловно, его поддержит То есть вот за эти там два месяца или сколько Осипов находится на должности зама, оценить его качество уже удалось? Ну, я, честно говоря, пытался понять, что произошло за это время За что он брался, ну, честно говоря, такого положительного факта не нашел То есть если бы были какие-то активные действия, если бы тут жизнь начала ключом бить, то было бы другое, да? Ну, а жизнь у нас же, в принципе, вот с 29-го, по-моему, января, да, они это главы администрации Ну, давайте вот выйдем на улицу и спросим, кто-нибудь это заметил, вот тот, кто не интересуется данным вопросом Я думаю, что нет, потому что город как был в грязи, не ухоженный, не прибранный, не подстриженный, там, деревья, там, и так далее, и тому подобное И так он и есть Как у нас ТЭЛ, снег вместе с асфальтом, так и он продолжает Но при этом есть исполняющие обязанности, есть те же замы, да, которые, наверное, могли бы что-то... Есть в администрации вообще очень много различных людей, но просто эффективность, как показывают от этих людей, ну, честно говоря, ну, то, что я наблюдаю, она, вы знаете, равна нулю Как думаете, в мае может снова оказаться Осипов в списке кандидатов или уже нет? Смешно, я думаю, что со стороны, там, его выдвиженцев это, вот, знаете, такое, ну, не знаю, минимум какое-то такое несуразное действие, на мой взгляд Почему? Потому что, ну, проламывать, там, пытаться того, кого первый раз, они же сами, там, скажем, сорвали конкурс второй раз Поддержали депутаты, и на третий раз, ну, не знаю, может, наверное, оказаться, ну, какая будет легитимность этого всего И до сколько это будет такое не... ну, такое очень странное, вот, так скажем, странное решение Может ли оказаться тогда, что в этом списке вообще никого не будет? Нет, я думаю, что все равно кто-то будет, я думаю, что там есть, ну, понятно, что, значит, сейчас принимайте решение о прямых выборах И следующую думу уже избирайте вместе с новым главой администрации, то есть это однозначно Ну, вот, на эти два года, которые остались, я считаю, что, ну, наверное, из такого города, там, из 500 тысячного Можно дойти к какому-то управленцу, не знаю, там, попросить еще кого-то, чтобы, ну, вот, взял для себя вот этот груз ответственности И груз вот этого решения проблем и задач, которые сегодня стоят перед городом А депутаты сами кого-то не хотят выдвинуть? Вы знаете, таких, как бы, обсуждений нет, но я считаю, что даже в администрации, вот, ну, там, и замов, и, ну, хотя, ну, я пока не готов сказать, но, вот, то есть Я считаю, что, если там взять администрацию, ну, вот, Арзаев, например То есть, это человек, который, к примеру, действительно показывает какой-то результат, да То есть, ну, пришел он на центральный рынок, на счетах рынка скопилось 68 миллионов Это за всю историю рынка такого там не было никогда, да То есть, там, в свое время рынок показывал, там, миллион доходов в год Значит, там, в последующие года 3 миллиона доходов в год Пришел за 68 миллионов Ну, то есть, это ли показатель, вот, именно умение работать, да Может, он не такой зачиновничий, как, вот, ну, там, чиновник-чиновник, да Но, я считаю, вот, именно с таким мышлением нужен человек на наш город Который, вот, ищет решение проблем, вот это Ну, и, вот, доходит какие-то вот такие вещи, когда можно из неэффективного сделать эффективно Ну, также, в принципе, можно сказать, применить вот эти знания на по штабах города Вот это мое мнение Кого еще? Ну, я думаю, что в городе есть, ну, там, директора каких-то крупных заводов, например, да Достаточно там, может быть, какие-то эффективные, может, их кого-то попросить И я сейчас не готов сказать конкретно по кандидатурам Я просто говорю, как вот это должно выглядеть, да А поставили кого-то там, я юрист, работал в табачной компании Потом год в автодоре, здорово, но этого недостаточно, чтобы руководить городом Ну, вот, в принципе И Симаков, как он до комиссии говорил у нас, до конкурсной комиссии Я работаю в администрации 15 лет, но тут самая большая проблема с кадрами Ну, в Первомайском районе вверено ему управление, территориальному управлению Где он является начальником Первомайского района Там с кадрами тоже не все, слава богу Поэтому говорить о том, что, ну, вот, есть, допустим, Первомайский район Ты сделай там все отлично, и тогда иди в этот город Безусловно, тебя поддержат Ну, когда и там никаких выдающихся результатов нет И, скажем, идти в этот город, ну, зачем? То есть, вот, такой вопрос Вчера же было специально созвано внеочередное заседание На котором сразу же объявили новый конкурс, да, который 28 мая состоится И вот вы мне рассказывали, что ЛДПР, представители ЛДПР И часть представителей «Справедливая Россия» С этого внеочередного заседания просто ушли Вот почему вы это сделали? Чего добиваетесь? Того, чтобы конкурс вообще до сентября не состоялся? Нет, ни в коем случае мы этого не добиваемся И до сентября в любом случае надо проводить конкурс Потому что у нас других вариантов на два года нет Иначе будут исполняющие обязанности Тот же Осипов может оказаться на этом месте Ну, я надеюсь, что, как бы, этого не произойдет Единственное то, что просили, значит, там, коллеги просили на 11 мая Например, там, или где-то на начало мая То есть, ну, буквально несколько дней Для чего? Для того, чтобы внести хотя бы поправки в решение по избранию Например, сделать главу администрации Сейчас по решению мы его должны избирать, так скажем, открытым голосованием Но, вы знаете, вот наши коллеги... Вы имеете в виду поддержать или не поддержать открытым голосованием? Открытым голосованием, ну, наши коллеги из партии, так скажем, большинства Пока большинства Они, значит, не всегда могут поддержать открыто И иногда им приходится переломать себя Поэтому мы и предлагали о том, что сделать именно тайное голосование Как в свое время мы избирали главу города То есть, это было тайное голосование Всем выдали бюллетени, все проголосовали Поставили галочку Подошли, их тихонечко пустили в урну И там они не подписаны И, соответственно, всегда можно сказать, там отчитаться о том, что там, скажем Ну, я голосовал так, а кто там проголосовал против, я не знаю Поэтому мы хотели вот это изменить Хотели еще посмотреть вот то, что можно сейчас сделать Ну, мы, конечно, это внесем Ну, не знаю, получится ли там, скажем, уже 28 мая Вот, уже по новым правилам избрать Вот, чтобы именно на следующей думе Если мало ли вдруг случится голосование То именно сделать тайное голосование Вот, как я говорю По принципу избрания главы города Поэтому, ну, я считаю, это честнее И не надо переломать людей Они зачастую там, как бы, ну, оказались в таких условиях Когда они не могут самовыразиться Поэтому я считаю, что им надо дать эту возможность Сходим на небольшой перерыв И вернемся, продолжим обсуждать Жаркое заседание Думы, которое состоялось накануне Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова А напротив меня депутат Кировской городской думы Денис Ерохин Денис, не единственный отказ Дмитрий Осипов услышал Еще депутаты не поддержали поправки в бюджет Если правильно понимаю Не согласны члены гордома В первую очередь с тем, что город берет кредит На погашение старых долгов И не ищет дополнительные источники Для сокращения издержек В частности, об этом заявил Сэр Альберт Бекалюк И его поддержали коллеги по партии А вы эту позицию поддерживаете? Да, я ее поддерживаю Почему? Потому что мы неоднократно говорили о том Что если, скажем, до сегодняшний день У нас действительно проблема в бюджете Хотя у нас бюджет почти 12 миллиардов То необходимо сокращать вот эти неэффективные расходы В первую очередь Мы неоднократно говорили Прямо с 2017 года О том, что необходимо сокращать Количество чиновников в администрации Каждый глава администрации Предыдущий Илья Вячеславович Сейчас нам говорят Да, да, да Мы рассмотрим У нас будет сокращение Кто-то даже заявлял какие-то цифры По-моему, Шульгин как раз нам и говорил о том Что будет сокращение на 30% Даже звучали такие цифры Но Плеха вчера сказал Что уже вот создана некая комиссия по оптимизации Ну, у них комиссии-то создаются постоянно, регулярно Но они в конечном итоге посидели, поговорили и разошлись То есть все комиссии примерно так и заканчиваются Поэтому мы не увидели никаких Сокращений почему-то всегда пытаются сократить С того, чего бы, казалось бы, не надо делать По неэффективности управления города Вот эта большая-большая толпа людей С количеством почти 600 человек Там об эффективности говорить, наверное, смысла не имеет Потому что она не то, что ноль, она минус Ну, я приводил пример Как гостиница Губернская Если перевести там, ну, грубо говоря, мы берем сумму Которую они перечисляют за 2019 год 432 тысячи Делим на количество метров и делим на 12 У нас получается, за сколько мы сдаем квадратный метр В месяц Вот Я посчитал, эта сумма Получается, 11 рублей квадратный метр Стоит у нас в городе аренда помещения Если перевести на аренду Пуниципальной собственности, да То есть вот таких на самом деле вещей полно Сейчас он комбинат детского питания О котором мы уже говорили там постоянно Там оказывается работа 570 с лишним человек 575 или 76, какая-то такая цифра Эффективность То есть мы постоянно слышим какие-то скандалы о том Что некачественное питание там невкусно Испорченные продукты там и так далее В последнее время это постоянно вообще Там что-то поменяется в итоге Да, приходит там, так скажем, департамент образования Курирующий замглавы администрации Говорят, да не, не, все хорошо, все здорово Там специалисты, профессионалы Ну и так далее На самом деле, ну вот сейчас 6 мая То выходит новый директор Я надеюсь, он может разогнать все вот это А кто? Это бывший директор после Розаева Он был директор центрального рынка Вот, я считаю, что у нас такая Стала, наверное, неплохая кузница кадров Центральный рынок, да, в плане Надеюсь, что вот там, скажем, он Так же справится, как с... Осталось только его увидеть в хорошем и красивом виде Сам этот рынок Да, то есть, ну вот, кстати, по рынку Буквально недавно был градостроительный совет Вот, куда я тоже вхожу как депутат И я, честно говоря, был удивлен, когда, знаете, Муниципальному предприятию Они уже неоднократно выносят на градостроительный совет И Октябрьский рынок, там полностью перестройка вот этого старого Павильона, который скоро, наверное, сам упадет И центрального рынка Они как бы постоянно им делают какие-то замечания И постоянно говорят, вот, знаете, вот парковок не хватает Там штук 10-15, добавьте еще Нет, так можно до бесконечности как бы упражняться Они даже муниципальному предприятию мешают развиваться Впервые на рынке заговорили о том, чтобы построить Не какой-то ларек сварить, да, то есть, там, из бушного металла А именно сделать что-то красивое, хорошее Так, как должен выглядеть рынок Вот сейчас открыли Коневский рынок Ну, понятно, что она стремится сделать не хуже, да То есть, как бы, иначе просто там не будет ни арендаторов Ни покупателей на этом рынке И, тем не менее, администрация, ну, на мой взгляд, там, не администрация Вот, градостроительный совет В лице некоторых членов градостроительного совета Упорно там противодействовала, чтобы они А давайте еще отправим на доработку, да То есть, там, на самом деле, в администрации очень много всего интересного Поэтому мы и говорили о том, что давайте, вот, первое, эффективность Сокращение каких-то ненужных расходов, как бы, и так далее Никто не против, как они пытаются сейчас сказать, что, вот, вы знаете Ну, да, тут такое противоречие возникло То есть, вы хотели сказать одно, да Что там детей не будем кормить, там еще что-то Ну, во-первых Вас обвинили в саботаже, грубо говоря Потому что Ну, я думаю, что они, конечно, это саботаж Это когда обвинили-то кто в саботаже? Единая Россия, правильно? Давайте поясним просто слушателям В этом вот бюджете, кроме, в этих поправках в бюджет, кроме очередного кредита, да, который хотят взять Еще есть несколько вещей, если я правильно понимаю Это такое перераспределение денег из одного бюджета в другой То есть, из федерального бюджета, вот, должны деньги зачислить, так скажем, в городской бюджет На ремонт дорог, на благоустройство, на питание горячее, на обеды с сентября Ну, во-первых, сейчас кормить некого, во-вторых, до сентября, я думаю, что это все будет принято Вот как вообще это произойдет? То есть, сейчас эти деньги не попадут? Вас обвиняют в том, что, значит, мы не сможем теперь ремонтировать дороги Мы не сможем, значит, делать благоустройство вовремя Как на самом деле это все выглядит? Нет, вы знаете, я видел это выступление, заявление вчера в СМИ прочитал, что мы там саботируем Нет, об этом ведь и глава города вчера на заседании говорила, и Плехов сказал Так бы Рьянов выступали, когда ихний лидер воровал у города Парк Победы Вот они бы такие же заявления делали, и это было бы здорово К нему мы вернемся, давайте вот по этой ситуации По этой ситуации я считаю, что то, что касается горячего питания, безусловно, это будет принято Безусловно, никто не против ремонта дорог, тротуаров, горячего питания, замены окон в детских садах Вы как бы этим вот чего добиваетесь, только в следующих поправках, допустим, вам Да, в следующих поправках нам показали то, что вы вот перераспределяете, вы берете кредиты Что вы сэкономили, что вы сделали эффективно Потому что перемешать, ну, вы знаете, если, допустим, в бочку, там, большую бочку меда добавить Маленькую, маленькую ложку дегтя, это получится бочка дегтя Поэтому, что они и делают постоянно То есть они берут большую бочку и что-то туда добавляют Такое, что, а потом же всегда можно сказать, а вы знаете, вот они против этого Так вы говорите до конца, вы говорите то, что там сделано то, сделано это Что нет никакой эффективности, что количество чиновников не то, что там оно сократилось не на единицу Да, что мы самоуправляем неэффективно всем, что у нас все заложено, перезаложено В том числе все муниципальные предприятия находятся в прибанкротном состоянии Вы, почему об этом-то они не говорят Вы хотите, чтобы вот это разделили и отдельно вам Да, вы знаете, как бы Или вы хотите, чтобы вам все-таки реальный результат какой-то работы представили Пусть это в одном пакете будет Реальный результат это здорово, но, честно говоря, вот я уже перестал за три года верить в какой-то реальный результат администрации По крайней мере при этой администрации, да Ну, это будет вообще просто супер, если это будет какой-то реальный результат Но я говорил это неоднократно администрации Я говорю, вы, если какие-то вот такие непонятные вещи, вы делаете их отдельно от таких вещей благих У которых, значит, не вызывает ни у кого сомнения Никто, ни один депутат, поверьте, ни один абсолютно Я могу с уверенностью сказать, что не будут голосовать против там перераспределения бюджета на замену окон в школе Которые там у нас, ну, везде почти, в большинство школ надо менять как бы окна Вот здесь, в православной гимназии там окна заколочены поликарбонатом Ну, то есть в данном случае был протест против ложки дегтя в бочке меда Конечно, то есть это было, взяли те вещи, которые действительно нужны Замешали то, что хотели замешать Эффективности никакой, никого не сокращают ничего Тут они вообще не уменьшают, они же не могут, никакие льготы там не сокращают И потом всегда можно сказать, что это, ну, некий саботаж Вообще, вот то заседание, которое накануне прошло, оно напоминало некий протест депутатов Потому что, ну, такого не было еще, что практически там было очень много выступлений Было два вопроса, по которым депутаты просто проголосовали против, да Ну, то есть очень яркое было заседание, на самом деле, о чем это все? Депутаты что-то пытаются власти сказать своему начальству Вы знаете, вот то, что касается там администрации города Вот работодатели администрации города, все абсолютно, кто там находится И кто там вот сидит уж там, не знаю, с пользой, может, а большинство без пользы Ну, я не могу сказать там, ну, давайте возьмем там, кто с пользой, кто не с пользой Это работодатели всех этих людей, это жители нашего города И когда они не показывают никакой эффективности И когда город становится хуже, когда он становится более неухоженным Когда опросы показывают, что 50%, более 50%, о чем вчера сам Осипов в этом сказал Что более 50% людей не удовлетворены жителям, жизнью в нашем городе Ну, это они сами себе дают оценку о том, что они неэффективны Что они просто, ну, не способны этим, как бы, управлять И депутаты их выбирали жители города И они просто показывают, в том числе депутат должен представлять своего избирателя Депутаты говорят, надо что-то менять, давайте менять Да, и они показывают, что давайте здесь делаем, давайте это, давайте то Ну, когда там это из заседания в заседание там проходит Ну, когда-то надо сказать, стоп, ребята, вы одумайтесь И точните что-то делать для этого города Потому что, ну, невозможно Невозможно, когда отсюда все уедут, этот город никому не нужен А я правильно понимаю, что все-таки вот этой оппозиции набралось Вот эти 13 человек, да, которые воздерживались и против Один голосовал человек Или здесь и депутаты от Единой России оказались Я еще раз говорю, к сожалению, депутаты Единой России, наверное, там Вряд ли считают по-другому Вряд ли им нравятся дороги Вряд ли им нравится грязь вдоль бордюров, вот это После зимы, да Я не думаю, что им это нравится Просто у них, к сожалению, есть вот партийная дисциплина Они всегда не могут выражать свое мнение Поэтому, ну, если я ошибаюсь Ну, тогда я очень удивлен Ну, значит, у них другая картинка мира Ну, значит, им это нравится Значит, им нравится, когда там снег-то вместе с асфальтом Ну, значит, это так должно быть в их понимании В нашем понимании так быть не должно И мы будем стараться, чтобы, ну, что-то изменить У нас совсем мало времени осталось И мы совсем не поговорили о коронавирусе Но кроме коронавируса есть еще Владимир Быков, да Мы постоянно узнаем какие-то новости о его делах Хотя вроде это уже и не ново для нас, да И ожидаемо абсолютно И вот опять завели два новых дела на Владимира Быкова По парку Победы теперь уже точно И по электронному проездному второе То есть теперь его обвиняют в организации растраты денежных средств Такое ощущение, я, конечно, не знаю Но такое ощущение, что как-то это все молниеносно очень вот сейчас идет И нет ощущения, что торопятся следователи, чтобы это вот сейчас Как-то, может, на волне коронавируса Чтобы об этом сильно не говорили Или нет? Или это просто работа, которой пришло время? Я думаю, что никто там никуда не торопится Там делается все так, как должно делаться То есть я не думаю, что это связано с каким-то там коронавирусом, не коронавирусом То есть я думаю, что просто учитывая то, что это все-таки бывший секретарь Единой России Кировской области и председатель законодательного собрания Это такой не просто жулик, это такой статусный достаточно жулик, по мнению следствия Поэтому я думаю, что делается все, на мой взгляд, наверное, очень тщательно Поэтому, может быть, не так делается быстро, как, наверное, хочется большинства жителям города Но я думаю, что действительно тут качество, наверное, собираемой базы Вот по данным всем этим делам, закреплением того, чтобы предъявить обвинение Это же целый процесс происходит Поэтому я думаю, что тут, наверное, будет очень качественно собрана доказательная база Не менее пяти эпизодов уже по делу, и они вот добавляются, все, да? Я думаю, что они, да, еще добавятся Еще думаете что-то, вот, а еще-то что? Ну, сейчас я думаю, что, возможно, какие-то... Ну, я могу предполагать, опять же, а то вы скажете, что я опять что-то знаю Нет, конечно, я ничего не знаю, я просто предположу Я считаю, что, возможно, это будут взятки от каких-то строительных компаний Возможно То есть, учитывая точную застройку, которая у нас в городе происходила Как появлялись дома в тех или иных местах Я считаю, что, ну, вот, убежден, что это было не безвозмездно Ну, как, в принципе, я и в 2017, и в 2018 году в этой студии говорил о том Что я убежден, что нельзя, например, танковое топливо заправлять в автобусы Там, одному механику или, там, одному какому-нибудь замдиректору Который изначально был осужден Так же, как нельзя было, так скажем, украсть Одному унести, там, парк победы, там, предпринимателю, да? То есть, как бы, приди этот предприниматель в администрацию Ее бы послали куда-то подальше И, в принципе, на этом бы все закончилось Но это же доведено до конца, сделано и продано Поэтому, ну, очевидно же было, что это нельзя было сделать одному И поэтому за это кто-то стоит Ну, в принципе, все наши вот тут вот Я просто предполагаю, что, возможно, со строительными организациями еще будут какие-то эпизоды Вы у нас еще говорили как-то по управляющей компании Ленинского района Да, ну, я не удивлюсь, что там его сейчас осудят по каким-то таким вот то, что уже сейчас есть Его осудят, отправят в места, так скажем, где он должен находиться уже давно А потом что-то может еще добавить? Да, потом ее будут просто привозить в Киров и добавлять какой-то добавки там, ну, там 2-3 года Ну, я предполагаю такой вариант Вот, а по поводу эпизодов, да? То есть, эпизоды добавляются, а Владимир Васильевич, как, в общем-то, и мы все, да? Под домашним арестом до сих пор находятся Вот это не дает как-то возможность меру пресечения изменить? Может такое произойти вообще или нет? Ну, к сожалению, как бы там вот здесь может как раз ему, в частности, и на руку этот коронавирус Там сейчас тоже какие-то там ограничения, да? То есть, ну, и если бы он украл там бешок картошки, конечно, там с колхозного поля Конечно, он бы уже сидел там в камере, да? А так как он украл очень много, как мы узнаем, да? Ну, вот он пока наслаждается, так скажем, домашним уютом Ну, я очень надеюсь, что в ближайшее время все-таки он оденет ту одежду, которую должен носить И заедет в то место, где он должен жить То есть, в камеру Так все-таки предполагается, может быть, СИЗО-то в его случае или нет? Или там как бы есть какие-то вещи? Ну, я не удивлюсь, если там из зала суда его увезут и сразу уже, как говорится То есть, до суда на домашнем аресте? Учитывая статьи, которые нам сейчас озвучат, озвучат Следственный комитет, организатор Ну, мы же понимаем, что это 210, а 210 там 15 лет, это первая часть Поэтому, и я думаю, что электронный проездной, все эти сидельцы, которые отпустили И, ну, конечно, все очень попечалились, что они так быстро вышли Я думаю, что они заедут, но уже снова их, снова всех посадят Но уже посадят, наверное, у них уже будет не просто хищение, а хищение в составе ОПС И поэтому, я думаю, ну, там сроки будут совершенно другие Я просто вот делаю выводы из того, что я читаю в средствах массовой информации Пресс-релизе Следственного комитета Заканчивается время нашей программы Спасибо, Денис, вам за разговор Всего доброго вам, здоровья Мы сейчас все желаем вам и всем нашим слушателям Да, взаимно, всего доброго, до свидания Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok